Для Белых Медведиц и команды СКСО сборная Свердловской области. Третий матч 1-1 в этой мини. Первое звено парозащитниц Алина Гарипова, 14-й, Марина Лазарева, 26-й, Виктория Кулешова, 13-й, Василиса Гудеменко, 34-й и Мария Надеждина, 38-й номер. В общем, в сравнении с игрой понедельника составы абсолютно не изменились. Но с той лишь разницей, что в воротах СКСО играет Равеля Айнулова, а в остальном все просто один к одному. Началась игра, полторы минуты уже сыграно. Показывает главный арбитр, что здесь... Можно играть. Все в пределах правил. Белые Медведицы в чужой зоне сейчас находятся. Главных тренеров с удовольствием представлю. После окончания этого эпизода главный тренер Сергей Чистяков, команда из КСО. Его помощница Ирина Ватинцева. И у Белых Медведей Денис Финогенов. И возле борта здесь ничего криминального не было. Нужно подниматься. Буторина. Буторина с шайбы заходит, бросает. И Карина Золотарева в игре. СО, но и в принципе в этой серии самая молодая. 15 лет ей исполнилось совсем недавно, 24 октября. Если ничего я здесь не путаю, да, так и есть. 2008 год рождения. И все, уже, уже, уже на уровне. Уже забивает. Уже отправляет шайбы в ворота соперниц. Хорошую игру Юлия Гетцман провела. Я говорю про прошлую. Тому бросала опасно. Если смотрели игру. Очень классный бросок у нее получился. Но чуть не точный. Ну а затем уже и прицелилась получше. Получила, если что, 14 номер у Марии Лобурь. На игровой майке. Ну это так, чтобы мы, чтобы мы знали, за кем все-таки следить. Передача на Валерию Заико от Станислава Сидоренко. Заика молодец. Доиграла эпизод до конца. Вроде бы шайбу вначале потеряла, но быстро ее вернула. И заработала вбрасывание для своей команды в чужой зоне. Равеля Айнулова накрывает шайбу ловушкой. И звучит свисток арбитра. Будет вбрасывание. Берта Валеева хорошо смещается на центр. Бросок у нее не получился. Успела соперница подсунуть клюшку. И шайба парашютиком прилетает прямо в молодая. Самая молодая Олеся Щинова. Седьмая защитница. 98 номер у нее. Игрового времени Олеся не получает много. Ну и вот следом следующее по меньшинству, так сказать, по молодости, это Юлия Шаранда. Наброс в сторону ворот. Валерия Заика бросает. Еще добивание. Нет на щитках. Там спокойно действует Равеля Айнулова. Пытается Медведица закрыть соперницу в зоне. Сразу же не давая шайбе выйти далеко. Но удается из-за ворот. Здесь Прозорова может побороться. У Кати это получается. И тщетно пытаются Белые Медведицы с шайбой под контроль себе вернуть. Пока что все это в борьбе. Пока что все это в борьбе. И никак не удается под контроль-то наконец-то взять. Но вот здесь неплохой разворот от Самойловой. Но без скорости это было. И поэтому убежать не получилось. В общем, было все в этом моменте. Кроме скорости ошибается Матвеева. Упускает соперницу вперед. И очень неприятный эпизод. Хорошо здесь. Ну вот Матвеева. Да, раз ошиблась. А второй раз уже дарап. Осторожнее, аккуратнее девушки играют. Не удаляется. Ух, момент здесь неприятный. И еще из-за ворот. Здесь никто не успел накатиться. Видим мы, что только две хоккеистки с КСО в зоне находились. Хороший обыгрыш. Попытка входа в зону не получилась. Хафизова шайбу теряет. Буторина почти-почти затащила в зону. Перехват Медведец. Здесь малыми силами пошли в атаку. Но неплохой бросок получается у Берты Валеева. И Сидоренко добивает. Пока что нет. Юля Гецман. И есть момент. Буторина выручает Золотарева в этом эпизоде. Еще мобилент. И гол. И гол. Команда из КСО все-таки добивается своего. И хоть и не с первой попытки. Хотя там уже очень сильно пахло голом. В зоне Белых Медведец из КСО. Показали, что это все было не просто так. И Буторина принимает с большой радостью поздравления. И, конечно, отправится к голкиперу Айнуловой. Вот. Но это уже момент, да. Где у нас бросок Хафизовой. И дальше. Вот не Буторина была. Шайбу-то забросила. Это был эпизод, который, в общем, так и остался непонятным. Связан он был с Александром Радуловым. Отправился за подножку на скамейку. Но то ли своим авторитетом, то ли еще каким-то образом вышло так, что Радулов скамейку штрафников сразу же покинул. Но вообще, в целом, это эпизод, конечно, скорее редкость. Белые Медведицы в зоне. Полминуты они уже, ну, скажем так, потеряли. Лазарева здесь на Кулешова. Направо Кулешова. Хорошая передача. Здесь Валеева. Поборолась, не получилось. Кулешова снова. А это Лазарева. Марина бросать. Чуть бы поточнее, да. Ну, или в клюшку кому-нибудь попасть. Кулешова здесь снова дежурит одна. Но Лазарева принимает решение самой бросить. И там на линии броска находилась соперница. И шайбу на себя поймала. Это Мария Горячего была. Вот момент у Лазарева еще. Позиция уже, уже более интересная. Но все опять блокируется. Кулешова бросает поворотом низом. Отскок не в пользу белых медведиц. Гудеменко. Снова на Лазареву. Лазарева дежурит на сине. Гудеменко поехала на смену. Там судьи свистнули. Провеляя Нулова шайбу-то, как мне кажется, не прижал. Борьба за контроль. И вроде бы получается таки забрать шайбу. У хоккеисток из КСО. Так и есть. Пошли вперед. Хафизова. Заходит в зону. Но дальше ее останавливают. Не пускают вперед. Хороший момент. Валеева оставляет на Прозорову. Прозорова бросает поворотом. Случилось быстро. Сидоренко. На Валееву. И Валеева оставила на Прозорову. У Юрия Шаранды есть возможность чуть-чуть добавить ногами, чуть-чуть рискнуть, да, там спину поставить. Осминова. Ну как же так можно-то? Смотрим здесь на Самойлова. У Самойлова. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, Самойлова красотка. Ой-ой-ой-ой. Это я, конечно, говорю, белый. Тренер. Ну что, два в одного. Здесь и есть передача Шабалина. Шайба в воротах. В воротах, да. Вылетела шайба настолько быстро из ворот, что... Третья шайба в этих трех встречах. Ну и вперед в погоню. Чего же останавливаться-то? Снова медведицы пошли вперед. У Валерии за и кишайба здесь уходит. Но возвращает она ее себе под контроль. И здесь в ближний угол. Но угол, который был надежно закрыт. Равилей Айнуловой. Потеряла раз, потеряла два. Сидоренко также в средней шайбу не смогла остановить. Золотарева. Была готова к этому отскоку от борта. Шинкину от шайбы отстраняют. Выходит шайба в среднюю зону. Поднимается рука. Линейная. Нужно выходить. Здесь Зайка молодец. Прочитала ситуацию. Бросок по воротам. Добивание от Берты Валеевой здесь будет? Нет, пока не будет. Валеева с Прозоровой обыгралась. Нет, нет, нет. Вот здесь сейчас нужно в кого-то, ну не в кого-то, в ворота, конечно. Но получился бросок по своим. И Сидоренко не была рада такому развитию событий, когда оказалась установка игры. Будет вбрасывание в зоне с КСО. Мы смотрим повтор эпизода. Вот конец, вот, да. Здесь бросок Сидоренко прямо. Молодец, лишних телодвижений не совершала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. 3-1 СКСО. Вы сами все видели. Дарья Коваленко по воротам. Ну, вот, соответственно, ударе Коваленко. Голевая передача. На Коваленко записывают. Так, ну все. Ну, пускай. Коваленко бросала там и рикошетом. Мне кажется, такое все-таки записывают на тех, кто там последний шайб. Коваленко затронул. Смотрим дальше. 3-1. 3-1. То ли это СКСО. И те ли это белые медведицы. Вот это хороший вопрос. Гарипова-Валеева отдает. Из первой попытки Валеева, но обрабатывает. Дальше Зайка бросает поворотом на месте. Вместе Равеля Айнулова. Хорошо до Зайки шайбы дошла. Потом, видимо, Диана Абдульна. Блокировка была зафиксирована Половина периода практически полностью у нас сыграна И еще одно большинство для белых медведиц Хорошо, зону закрыли, успели И разыгрывают Надеждина На Лазарева, Лазарева бросает поворотом Гудыменко, Молочина, выигрывает Шайбы на синий Лазарева И на Берту Валеева здесь пас, но Берту заблокировали Снова Лебедева, снова отдает направо, получает обратный Надеждина, добивание, Берта добивала, не получилось Здесь снова Кулешова Снова наверх на Лазареву Лазарева обратно Кулешовой Надеждина смотрит, что в общем-то тоже готова в этой атаке поучаствовать И до Марии шайба доходит Лазарева бросок, Берти там куда-то в спину Эта шайба прилетает, но успели, успели отзакрыть зону Хорошо, почти минута уже сыграно У белых медведиц продолжается большинство Надеждина на Лазареву, бросок, добивание Гудыменко Ну как же, эх, как же шайба не в воротах-то Ничего-ничего, время еще есть 50 секунд большинства у медведиц, они по-прежнему в атаке Бросок и вот здесь Здесь сейчас я думаю, что состав, конечно, не получилось Реализовать попытку большинства И теперь уже нужно это делать в формате 5 на 5 Ну, забрасывать голы, я, конечно, имею в виду Матвеева чуть шайбу отпускает И едва-едва Алину там не обокрали соперницы Сидоренко через борт пытается на Берту Валееву Берта, Берта Это... И Зайка эту шайбу не обработала Вот здесь вся шайба до Зайки доходит Тройка нападения уже в атаке Валеева, бросок по воротам Айнулова Айнулова на месте И снова Смена составов Надо помочь Нарушения правил здесь не было Хотя Ну, были, может быть, основания У арбитров для того, чтобы свистнуть Но вот только основания, не более того Ну, вроде бы сейчас хорошо Забрали шайбу себе Медведицы Берта Валеева за воротами И снова Берта бежит за этой шайбой Но соперница быстрее и мощнее в этой ситуации Самойлова Отдала На партнера по команде И Следом потери Алина Матвеева Не знаю, может быть, шайба и вышла В среднюю зону Да, наверное, скорее всего Так и было У него ни одной победы Пока что Нет Ну, в команде из КСО Две победы, которые у СКСО были Но одна из них была в Ну, в серии После матчевых бросков Слушайте, сейчас даже что-то не вспомню То ли в овертайме, то ли в серии после матчевых И одна победа над Белыми Медведицами Как раз в основное время она случилась Несколько дней назад это было Ну и в принципе, конечно, мы понимаем, что Прямо сейчас СКСО ближе Ко второй победе в этой серии Выездной Для Свердловчанок Ну, понятное дело, что Медведицы с этим не согласны Но реализация абсолютно точно хромает Федорова падает И звучит свисток Все-таки ЗБТ может быть доволен тренерский штаб Челябинской команды Виктория Федорова Нет Сама не зашла И передачу было отдавать некому Шабулина 40 секунд остается у Медведицы на реализацию лишнего Шабулину остановили Но здесь Шаранда Шайбу подхватила А дальше Дальше Мы все видим сами Через 10 секунд Уже появится на льду Диана Копалина И все СКСО в полном составе В формате 5 на 5 Дальше продолжается эта игра Надеждина на всем большом ходу Не смогла Остаться на ногах И снова в игре Равеляй Нулова